Всем привет! Сегодня вторник, светские новости, и с вами снова я, Мария Дельвер. Традиционно начинаем с красноярских новостей. Девчонки, соскучились по свежему выпуску новостей? Ой, сейчас будет интересно! Самым ярким и громким событием прошлой недели был ВК-фест на острове Татышев. Видео с телеграм-канала Бал Дебютанток. Девчонки, как сумел на гитаре сыграл. Я нашла крутые кружки для трудовых будней с полезными напоминаниями. Пока ты выбираешь свою кружку и наполняешь ее любимым утренним напитком, я хочу угостить тебя шоколадной пастой от бренда Louis Vuitton за 500 долларов. А если ты не любитель такого десерта, то приглашаю тебя прогуляться по мегаполису с мармеладным монстром, которого обожают все конфетки этого мегаполиса. Неудивительно, что после дождливых выходных наблюдается грибной тренд. Дом гриб в городе Синдай, Япония. И шахматы, удивительные, которые создали при помощи 3D принтера, напоминают полено, а фигурки в виде грибов. Я очень хочу такие шахматы в свою коллекцию. Как вам? В моде наблюдается две тенденции. Гигантомания, огромные сумки и огромная обувь. И вкусомания. Бренд Adidas вдохновляется пончиками, а бренд Romy de Bomy создает сумку в виде картофеля печеного. А на десерте я хочу вам предложить каф-крендель за 250 евро. Специально для тех, кто тратит очень много времени для того, чтобы в своей сумке найти мелочь, кошелек, который в буквальном смысле слова будет всегда под рукой. Мадонна поздравила своего отца с 93-летием и поделилась редкими архивными фотографиями. А тем временем Моника Белуччи и Тим Бертон были замечены в Париже. И в социальных сетях стали обсуждать, почему сильная независимая Моника Белуччи несет сама сумку, а Тим Бертон ей не помог. А что вы скажете по этому поводу? В сети завирусилось видео с новым телохранителем Дженнифер Лопес. Все обсуждают, что это очень симпатичная молодая девушка. А как известно, Дженнифер Лопес не любит харизматичных и красивых, не создает себе конкуренцию. Поэтому посмотрим, сколько времени она ее будет охранять. В паблике обсуждают округлившуюся Леди Гагу и Нелли Фуртадо. И только есть две версии. Одна говорит о том, что девушки беременные, а вторая версия о том, что они ели пельмени после шести. Я думаю, что мы эту тайну раскроем через 9 месяцев. Сегодня в рубрику «Трэш» мы помещаем Прохора Шаляпина с Анной Калашниковой, которые отдыхают на яхте в Крыму. Заявляю о том, что спонсор нашего путешествия – ваша старость. Спасибо вам большое, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте поставить сердечки и лайки всей нашей команде. А у меня на эту неделю два сценария. Если все-таки в наш город придет лето, то предлагаю вдохновиться этим видео. А если не придет, тогда посмотрите, что делает Ким Кардашьян. Увидимся в следующий вторник. Пока-пока.